Всем привет! Я так и не поменял ни имя, ни фамилию. Я по-прежнему Никита Лосенков, ТОП-преподаватель танцевальных клубов Головенс. И сегодня мы с вами продолжаем танцевать линди-хоп уже в летнем режиме. Я без лена, без головного убора, так что поехали. В качестве разминки мы сегодня с вами немножко походим на месте, слегка подпружинивая. Скажем так, кайфанем под джазовую музыку, то есть мы с вами прям на каждый счет начинаем идти. Это не прыжки, мы не прыгаем, а чуть-чуть помним, что у нас мягкие колени, стопы, все расслаблено, никаких зажатий, просто топаем, никуда не виляем, просто ровно вниз-вниз-вниз-вниз. Добавляем три полстеп, которые мы разобрали с вами на прошлой неделе. И раз, два, три полстеп. И снова на голове. Если знаете слова, можете так же, как и я запевать. Супер! Я думаю, этого вполне достаточно, потому что по традиции на этих группах мы сами будем набираться на ходу, двигаться от простого к сложному. И первое, что я хотел бы разобрать, это фигуру на примере которой можно увидеть, что три полстеп это не только переступая на месте вперед, либо назад в сторону, но и на крест и в других направлениях. Окей. Начинаем с того, что мы с вами как зеркальное отражение. То есть, если я двигаюсь в эту сторону и слева на низ, соответственно, вы также двигаетесь справа. Так. Поехали. Начинаем мы с бэкстепа. Точнее, мы больше походим с ростеп в сторону. Раз, два. Так, еще раз. Раз, два. Раз, два. Точно так же, не зажимая, не выключая ни колени, ни стопы. Раз, два. Раз, два. Супер! Раз, два. И вот дальше как раз-таки будет тот самый три полстеп, но с шагом на крест. Три полстеп. Супер! И то же самое с другой стороны. Раз, два. Три полстеп. Еще раз. Раз, два. Три полстеп. Эту фигуру, на самом деле, мы с вами использовали и когда учили вариацию шем-шан. Так что, кто смотрел и учил предыдущие уроки, тот уже будет это знать, но вспомним, что это такое. Кто впервые присоединился, изучайте вместе с нами. Раз, два. Три полстеп. Раз, два. Три полстеп. Раз, два. Три пол степ. Раз, два. Три пол степ. Да, еще, еще. Рам, пап, пам. Раз. Старайтесь, чтобы вот этот кач был всегда, чтобы это не превращалось в такой плоский вариант. Да, и мы делали рам, два, чик-чик-чан, рам, два, чик-чик-чан. Вне халпури у нас действительно качает эта музыка, как на волнах. Рам, пап, пам. Раз, два. Рам, пап, пам. Раз, два. Рам, пап, пам. Раз, два. Три пол степ. 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 Супер. Здесь даже не нужно мне к вам поворачиваться спиной. Мы все можем продолжать делать зеркально, но и давайте сделаем это под музыку. Приготовились. Начнем с этой ноги. 5, 6, 5, 6, 7 и трипл тэп. И еще. Класс. Дальше. Что мы можем здесь сделать еще? Мы можем танцевать кроссовер не через трипл стэп, а через так называемый дабл тайм. Начало остается тем же. Раз, два. Дальше мы делаем кик, стэп. Все. И продолжаем. Раз, два. Кик, стэп. Также накрест. Раз, два. Вот он, тот самый кросс. Оу. Мы идем накрест. Раз, два. Кик, стэп. 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 И супер. Давайте сразу под музыку. Ну, не зачем ждать. 5, 6, 5, 6, 7, и 1, 2, хикстеп, 1, 2. Вот в таком варианте мы и танцевали. Это с вами в вариации шим-шам. Еще, еще раз. Еще одно добавление. Старайтесь не зажимать не только колени и стопы. Ну, в принципе, все тело, да, как бы мы не держались вертикали. А так все свободными руками, чтобы они летали, скажем так, в естественном положении. То есть не нужно их никуда прижимать, держать, специально размахивать, что-то открывать. В естественном полете получается, что они размахивают, ничего страшного. И лицо. Главное, не напрягайте лицо, чтобы оно не было думчивым. Можно, конечно, покривляться, но в целом... Все легко и непринужденно. Кикстеп, трам-там, кикстеп, раз-два. Как вы заметили, я уже несколько раз, скажем так, побаловался. И на самом деле, даже в этой фигуре вы уже можете интерпретировать музыку по-своему. Вы можете сделать этот шаг насчет раз. То есть, да, хим-тайм. Как вы можете сделать раз-два, 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 раз. Прямо как будто-таки приглушить. Раз-два, раз. Раз-два, раз. То есть у нас уже, да, на данный момент с вами получилось три варианта. Естественно, это зависит от музыки. Если мы танцуем в паре, мы можем обыгрывать это и друг с другом. Но в первую очередь в этой ситуации мы играем с музыкой. Давайте попробуем. Три варианта. Но сейчас совсем получится играть, да? Просто повторяйте за мной. Я буду говорить, какой вариант. Начнем, естественно, с самого первого, который через трипл степ. Приготовились. Пять ноги. Пять, шесть, семь. И. Трипл степ. И на раз. 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 И дабл тайм. Кик степ. И снова трипл степа. Да. Супер. Молодцы. Также сюда можно добавлять повороты, кики. Но это уже немного другие интерпретации. Я думаю, мы их возьмем, может быть, и в следующий раз. А сегодня хотелось бы продолжить еще одну замечательную фигуру, которая как раз с помощью которой мы можем подчеркивать музыкальность, выделять акценты в музыке. Это фигура Венедик. И мы выучим чисто шаги в стольном исполнении и за мальчиков, и за девочек. Сейчас делаем за девочек. Вы должны встать так же, как и я. С лицом под направлением туда. Потому что мы немножко будем двигаться. Начинаем мы с бэкстепа. Раз. Два. Дальше, как правило, он, естественно, нас ведет на этот партнер. Мы делаем все. То есть мы еще при этом будем, ну, мы с партнером меняемся местами. Мы с вами делаем. Раз. Два. Три. Шаг. На четыре, чтобы не сбиваться пока с ритма. Потом это, естественно, можно не обязательно хлопать. Попробуйте догнали. Сейчас давайте сделаем. Четыре. Хлопок. Мы продолжаем движение. Поворачиваемся. Встаем в левую ножку. Сейчас вы должны получиться спиной ко мне. Еще раз. Давайте вместе до этого момента. И. Раз. Два. Три. Хлопок. Пять. Спиной ко мне. Супер. Возвращайтесь обратно. Давайте перевернемся, чтобы в конце оказаться с лицом. Начинаем лицом в ту сторону. И. Раз. Два. Поворачиваемся влево. Три. Хлопок. Семь. Вот сейчас вы должны оказаться точно так же, как я. На левой ноге. Еще пять. Лицом ко мне. Супер. Шесть. Так же, чтобы пока не путаться, опять же, интерпретации очень большое количество. Вы можете делать что угодно. Сейчас, чтобы не сгибаться, мы делаем. На шесть мы поднимаем немножко ногу. На семь. Руку. Можете щелкать. Кто умеет. Да. Пять. Шесть. Семь. И дальше стопов. И восемь. Все это сбрасываем. Еще разок. Давайте сделаем так. Чтобы мы получались боком, чтобы вам было видно и, скажем так, было удобнее, я стану немножко в диагональ. Как бы спиной, но в диагональ, чтобы получиться полубоком. Поехали. Делаем вместе со мной. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Супер. Теперь попробую со всем боком. Начинаю к вам спиной. Вы повторяете прям за мной. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Супер. У партнеров, соответственно, все точно так же, но с зеркально, то есть с другой ноги. Если нас смотрят партнеры, мужчины, мы с вами начинаем с левой ноги. Раз. Два. И вращаемся как бы в правой. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Супер. Еще раз. Ну, с партнерами. И. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. Давайте сделаем такую вещь. Попробуем станцевать это как будто в паре и вроде как поменяемся местами. Понятно, что я... технологии еще не настолько развились, чтобы я просочился сквозь камеру и оказался на вашей стороне, а вы в свою очередь наоборот. Но, попытка не пытка, партнерши, вы начинаете свою партию лицом ко мне, с правой ноги. Я, как партнер, начну с левой свое, то есть с верхами. Да, и соответственно, вы будете вращаться вверх. Поехали. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И восемь. И вот мы оказались с вами как минимум ближе друг к другу. Очень активная мелодия. Еще раз. Точно так же. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. И восемь. И восемь. Супер. Да, мы делаем еще раз с вами. Пять, шесть, семь. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Супер. Еще раз. И вновь возвращаемся к, скажем так, совместному исполнению. Снова показываю запах. Пять, шесть, семь. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Супер. Один раз под счет. Я свое, вы свое. А потом под музыку. Пять, шесть, семь и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Так старался. Готовы с музыкой? Пять, шесть, семь и... Пять, шесть, семь и восемь. Та-дам. Еще раз. Три, пять, шесть, семь и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь и восемь. Еще раз. Пять, шесть, пять, шесть, семь и... Раз, два, три, четыре, пять, шесть и восемь. Поехали. По взаимодействию, на самом деле, там кому-то хает, какой рукой, партнерши, это очень легко почувствовать, что партнер вас ведет на менедикт. Он вас прочнет немного как бы вращать и опустит вниз. То есть для вас это уже сигнал, что ага, после рок-стэма нужно сделать... Рэх! Рэх! Шучу. Давайте еще раз под музыку. Пять, шесть, семь и... Класс. И еще раз. Пять, шесть, семь и... Раз, два. И я неожиданно перешел на кроссовер. Да, выграв музыку. Ну что ж. Не просто так, это такое получилось, как в линии резюме. Мы с вами сегодня попробовали фигуру кроссовер в нескольких вариантах, хотя их есть еще некоторое количество. Можно сказать, что развивать это можно до бесконечности. Главное, в принципе, фантазию. И пробовать, пробовать, пробовать и экспериментировать. И разобрали с вами в мини-гейт, очень интересную музыкальную фигуру, которую подчеркивают, ну, как правило, чаще всего конец фразы в музыке. И выглядит это очень круто, весело и музыкально. Ну что ж. Спасибо за внимание. До новых встреч. Я надеюсь, что очень-очень скоро мы уже с вами увидимся в клубах. Ну, так что будьте здоровы. Погода уже летняя. До новых встреч.